Этот рассказ живет в нашей семье как напоминание о том, что нечистые силы существуют на самом деле, и от встречи с ней не застрахован никто. Мне отец рассказывал, когда я ему 15 был, ему его отец, который и был непосредственным свидетелем произошедшего. В закрытии сезона охоты, листья опали, появился первый снег. Год тогда выдался не слишком удачно, дичи набили мало, вот и пытались время по максимуму использовать. Загрузили старенькую машину, закинули ружья, нехитрую снеть, взяли псов и молчали. Дорогу описывать не буду, слишком привычное дело, ничего интересного. Добрались до охотничьего домика, когда уже смеркалось. Смысла ехать обратно сходу не было. Решили отдохнуть, вещи разложить, подготовиться основательно. Ну и конечно в баньку сходить. Представляете, грубый сруб, чистокол, вокруг тайга. Красотища. Перекусили, пока банька топилась. Да и сходу туда. Минут 10 прошло, как мужики стук в окно слышат. Смотрят, никого. Решили, что почудилось. Но как бы не так. Спустя пару минут стук повторился, но уже в дверь. Вышли снова пустота. Лишь следы вокруг баньки. Да какие-то странные. Охотники бывалые, но и те распознать не смогли. Вроде и не звериные, и не человеческие. Да и еще путанные, словно заяц со следа сбивал. Напарились, в дом пошли. Оружие рядом держат. Мало ли, все же тайга кругом. И правда. Вдруг бац, дверь хлопнула. Дверь, что баню вела. Мужики туда. Заходят, а перед ними картина. Девка посреди бани. Фигура отменная. Все при ней. Но стоило ей повернуться. Старуха старухой. Глаза огромные. Носа и вовсе нет. А на месте рта бездна. Полная острых зубов. На руках, а вернее лапах, когти аж до пола достают. Заулыбалась тварь. На мужиков пошла. Они всей толпой назад. В доме двери заперли. Оружие наготове. Слышат? По крыше дома барабанит. Словно бронит там кто-то. Да стучатся все силы. И услышали они голос. Мерзкий такой. Хриплый, надрывный. Отпирайте. Иначе хуже будет. Хуже будет. Слава богу, дед мой. Тогда быстро сообразил. Нужно все двери и окна в доме солью посыпать. Благо этого добра у охотников навалом. Сделали, а сами сидят полуживые. Снаружи вой жуткий раздался. Брань несусветная. Дом ходил из стороны в сторону. Словно из картона сделан. Дед рассказывал, что тогда и посидел. Ему и 30 не было. Напоследок громом голос раздался. Всех вас погублю. Всех. Дед клялся, что мимолетно взглянул в окно. Увидел он самого черта. И не больше, и не меньше. Огромная фигура, 3 метра роста с копытами. Да со шкурой черной. Прямо у окна стоял. Да внутрь зайти не мог. Соль свое дело делала. Тряхнуло последний раз и все. На этом тишина. Мужики до утра посидели, а с первыми лучами солнца прочь рванули. Говорят, вся земля копытами утоптана была. Словно табун лошадей прошел в том месте. Дед всего однажды вернулся туда посмотреть, что же с домом-то стало. Да не дошел метров 50. Говорит, девку там видел. Та по двору ходила. Да куда-то в сторону леса всматривалась. В том направлении, где дед был. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова